Добрый день, коллеги, всем, кто сегодня присоединился на наш уже традиционный еженедельный вебинар от Intour Maldives. Для тех, кто сегодня на вебинаре впервые хочу представиться, меня зовут Кравченко Татьяна. Я представляю принимающую компанию на Мальдивах Intour Maldives. И хочу вам представить Нелю Листенову, директор по продажам замечательнейшего отеля W Maldives. Здравствуйте, здравствуйте еще раз. Структура нашего вебинара сегодня такова, что я сегодня поделюсь замечательнейшими новостями с Мальдивских островов. Мы детально рассмотрим правила въезда на Мальдивы, да, вот так как все, я думаю, вы уже слышали, что с 15 июля Мальдивы открывают свои границы. И, соответственно, после рубрики чудесных новостей я передам слово Нелли, и она расскажет о таком замечательном волшебном курорте, как W Maldives. Очень оригинальный, очень необычная концепция у него. Вот, и в деталях послушаем о этом замечательном курорте. Татьяна, все слышно, но плохо. Звук прерывистый. Так, хорошо, тогда сейчас мы начнем с презентации. И если вдруг связь будет опять прерываться, то попробуйте перезагрузиться, то есть перезайти в вебинарную комнату. Ну что ж, приступим тогда к презентации. Татьяна, тогда я сейчас выключу, да, свое изображение. Да, да. Супер. Отлично. Я сегодня рада, как никогда, нашему вебинару, потому что сегодня рада поделиться невероятными новостями. Буквально пару дней назад президент Мальдив объявил об открытии мальдивских границ уже официально. То есть 15 июля 2020 года Мальдивы открывают свои границы для всех туристов со всего мира. И это просто замечательно. Мы так долго ждали этих новостей, да. Последние несколько недель все отслеживали, когда же все-таки это произойдет. То есть 15 июля 2020 года открываются также курорты острова, да, и уже с 1 августа будет запланировано открытие гестхаусов и городских отелей. Я думаю, что открытые границы, это, конечно, чудесно, но существует очень много подводных камней, да, и в условиях новой реальности хочется знать, каковы же правила въезда для туристов, какие будут медицинские требования, да. Что такого особенного поменялось, изменилось после карантина. На самом деле правила для въезда на Мальдивы практически не поменялись. Это чудеснейше. Абсолютно нет никаких дополнительных, скажем так, затрат для туристов, да. Нет никаких обязательных тестов, каких-то медицинских справок. То есть Мальдивы открыты абсолютно для всех. Единственное, что будет необходимо для въезда, это предварительное бронирование курорта обязательно. То есть нужно будет приезжать, чтобы уже был ваучер на проживание в курорте, да. И проживать на протяжении своего, скажем так, путешествия гости смогут только в одном отеле. Исключение может быть только если будет необходимость какого-то транзита, да. А так, в принципе, бронирование в одном курорте. Количество ночей не ограничено, то есть нету никакого минимального проживания. По поводу визы. Виза осталась также бесплатная на въезд в страну на 30 дней, как это было и ранее. Для получения визы, как я уже сказала, необходимо будет обязательная бронь отеля на весь срок проживания. Из новшеств, которые вводятся, да, то есть необходимо будет обязательно предоставить контакт для экстренной связи. То есть проговорите это с вашим агентом, гостям, да, чтобы была эта информация, они ехали уже подготовленными, да. Также есть возможность получения длительной визы, то есть это никуда не делось. В принципе, правила остались теми же, то есть если свыше 30 дней гости хотят пребывать, то можно будет визу продлить. Однако, если продление визы связано непосредственно с каким-то карантином, да, если случилась какая-то неприятность, и гости заболели, да, ковидом, и им придется остаться, то в таком случае виза будет продляться абсолютно бесплатно для гостей. По прибытию в аэропорт, значит, по визе мы уже разобрались, да, что никаких дополнительных затрат нет, у медицинских никаких справок не требуется. Однако все же новая реальность наложила свой отпечаток, скажем так, поэтому по приезду в аэропорт существуют какие-то новые процедуры. И гостей тоже нужно предупреждать об этом туристов, чтобы они об этом знали, что такие моменты присутствуют. Конечно же, это как и во всех странах мира присутствует скрининг температуры, проверка температуры и на симптомы COVID-19. То есть проверка температуры будет абсолютно у всех и будет смотреться симптоматика. То есть если есть какое-то затруднительное дыхание, да, либо кашель, либо чихание, то в таком случае гостям предложат пройти PCR-тест при наличии этих симптомов. Также гостям необходимо будет заполнить обязательно формы сертификата здоровья. Что это такое? Я думаю, если вы видели непосредственно оригинальный файл от Министерства туризма Мальдив, там указано Certificate of Health. То есть это не то, что гости будут привозить с собой на Мальдивы из своей страны. Это просто такая форма на въезд в страну, где необходимо будет ее заполнить и, возможно, указать, в каких странах они находились. На данный момент у нас еще, скажем так, экземпляра нет, да, но как только появится, мы обязательно с ним, с вами поделимся. Вот. Что же произошло, если гости приехали и у них таки обнаружили симптомы COVID-19, да, на въезде, там, температура или еще что-то? В таком случае будет проводиться PCR-тест. В среднем он занимает от 4 до 6 часов получения результата, и этот PCR-тест будет проводиться за счет туриста, да, либо за счет курорта, куда он направляется в зависимости от договоренности между туристом и курортом, куда он едет. Поэтому очень важно, когда вы бронируете отель, обязательно уточнять все, скажем так, requirements, да, все требования от отеля, все детали, скажем так, по медицинской части, потому что у каждого отеля сейчас есть свой регламент, есть свой стандарт. Поэтому, когда вы запрашиваете, либо бронируете отель, обязательно для гостей запрашивайте эту памятку, чтобы была информация, что покрывает отель, какие правила в отеле и так далее, да. Вот. Если симптомы туриста, путешествующего в группе присутствуют и необходимо будет делать ему PCR-тест, но этот турист путешествует в группе, то есть это большая семья или это друзья едут, 3-5 человек, да, то есть если путешествующий в группе, то этот PCR-тест будет необходим всей группе. То есть не только тому, у кого обнаружили этот симптом, потому что вы знаете, что ковид иногда проходит вообще бессимптомно, соответственно, если был тесный контакт, то тестироваться будет вся группа, которая путешествует вместе. Туристы, которые тестируются на COVID-19, они будут размещены в специальной транзитной зоне. Вот. И, как я уже сказала, где-то средний период ожидания результата PCR-теста, это занимает в среднем от 4 до 6 часов, то есть в зависимости от загрузки. Следующее правило, которое есть, то есть помимо того, что PCR-тест будет обязательно для тех, у кого есть симптоматика, да, заболевания, все-таки будут проводиться также выборочные PCR-тесты, то есть это будет как рулетка, скажем так, да, туристов по прибытию. Светлана, на данный момент у нас еще нет стоимости PCR-тестов, к сожалению, то есть государство еще не дало такую информацию, да, но как только она появится, мы обязательно с вами поделимся. То есть у нас от Интурмальдивс присутствует рассылка, которая как только появляется апдейт по каким-то новостям, мы сразу же рассылаем. Поэтому те, кто получает нашу рассылку или вдруг кто-то не получает нашу рассылку, пожалуйста, напишите ваши имейлы в чат, и мы всех вас добавим, скажем так, в нашу новостную рассылку, чтобы у вас всегда была последняя информация. Вот, по поводу выборочных PCR-тестов, то есть если вдруг случайно туристы попали под эту рулетку и им пришлось делать PCR-тест, то эти тесты будут оплачены государством Мальдив. То есть помимо тех, что хочу сказать, помимо туристов, которые будут тестироваться с наличием симптомов, также будет какая-то вот выборочная часть туристов, которые будут тестироваться выборочно непосредственно в аэропорту тоже. Но в таком случае, по крайней мере, они не будут платить за этот тест, то есть государство Мальдив покроет расходы. В случае, если идет позитивный результат ковида, гости будут отправлены на изоляцию и на лечение. То есть присутствуют две опции, то есть это может быть либо на изоляцию в курорт, куда гости направлялись, либо же это будет госучреждение в зависимости от состояния здоровья туриста, то есть от того, как развиваются его симптомы, как он будет себя чувствовать. Важный такой момент, что за соблюдением правил, да, и за оплату, и за всю вот эту вот организацию мероприятия, в случае, если случилась, скажем так, неприятная ситуация и тест оказался позитивным, то ответственность несет курорт, куда направлялись туристы, то есть он будет помогать, курировать данный вопрос. Так, следующее правило, которое есть, то есть, думаю, всем нам важно знать, понимать и рассказывать туристам, что вот туристы приезжают, их много, а где же этот тест проверки на симптомы ковида находится, а вдруг это все рядом, да, так вот, пункт проверки, если вдруг у кого-то обнаружили симптомы ковида, он находится вдалеке от других туристов, то есть он изолирован от остальных туристов, то есть тех, у кого сразу появились симптомы, их сразу же забирают в этот отдельный пункт, и они более не пересекаются, скажем так, с другими туристами, которые въезжают в страну. Ну и стандартное правило, я думаю, это уже не секрет абсолютно везде, даже это норма жизни в каждой стране и норма жизни каждого дня, то есть всем необходимо соблюдать один метр дистанции в аэропорте, это касается как сотрудника в аэропорте, так и туристов, всем необходимо быть в масках, необходимо часто мыть руки либо пользоваться ручным дезинфектором, да, и важный такой момент, что рекомендовано установить приложение для отслеживания контактов Trace.it, то есть это можно будет загрузить либо до въезда в страну, либо непосредственно уже после въезда в страну, это не является, скажем так, для всех туристов обязательным, да, но это рекомендуется для того, чтобы в случае, скажем так, какой-то непредвиденной ситуации воспользоваться и, скажем так, помочь отследить контакты. На этой вот радостной ноте хочу поделиться еще такими новостями, какие же курорты на данный момент открыты, да, какие курорты перенесли свое открытие, так как открываемся с 15 июля, думаю, такой апдейт будет не лишним, то есть на данный момент на Мальдивах открыты и работают, это Four Seasons Land de Giravarro, Vela Private Island, Lily Beach Resort & Spa, Luxe Северного Мали Атолла, да, Sanewa Fushi и Sanewa Jani, то есть эти курорты на данный момент работали и, в принципе, работают и работали во время карантина. Курорты с открытием в июле, да, те, которые принесли свое открытие на 15 июля, это Hard Rock Maldives и Sailor Moon Maldives, да, это комплекс Crossroads, который находится буквально в 10 минутах от аэропорта, Paradise Island Resort & Spa тоже находится рядом с аэропортом, это 30 минут на скоростной лодке, Grand Park Adiparu тоже находится на расстоянии скоростной лодки от аэропорта, Constance Holloway и Cocoon U&Me. Эти курорты все уже официально объявили, что они открываются с 15 июля 2020 года. Курорты с открытием в конце июля и в августе. Это One and Only Retira, планируемая дата открытия 23 июля 2020 года, Waldorf Astoria планирует открыть свои двери для туристов 1 августа, Джоали Мальдивс с 1 августа, Конрад Малдивс с 1 августа, Бандас Малдивс с 1 августа и Шевелл Бланк будет открыт с 15 августа 2020 года. И такие вот тоже замечательные новости, не знаю, кто-то из вас слышал, не слышал, это даже в этом году, несмотря на все то, что происходит в нашей реальности вокруг, все равно планируется открыться новые курорты. Изначально некоторые из них были запланированы, конечно же, открыться в конце 2020 года, но теперь это перенесена дата немножко дальше. То есть Ридс, Карлтон и Патина Малдивс – это два объекта, два продукта, которые являются лакшери-класса, то есть люксовые курорты. Они принесли дату открытия на первый квартал 2021 года. Возможно, это будет март 2021 года. И новости такие еще с прошлой недели, скажем так, да, кто был, тот слышал, кто нет. Бренд Витавели, Джумейры Витавели, бренд непосредственно Джумейры, вышел с Мальдив, то есть на данный момент на Мальдивах не существует этого бренда, вернее, курортов с этим брендом, да. И остров Витавели, который ранее был Джумейра, он взят под управление компанией Адзен, и он будет закрыт на реинновацию и открыт в октябре 2020 года под новым названием Адзен Резерв Витавели. Вот такие вот замечательные новости у нас сегодня. Если у вас есть какие-то вопросы, коллеги, прошу вас писать в чат, я с радостью вам отвечу. Если есть какие-то вопросы по въезду в страну. Инга, что случилось? Хорошо меня слышно, видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня хорошо слышно и видно, и жду ваши вопросы в чате. И если вопросов нет, то тогда я с радостью передам слово Нелли Листуновой, директору по продажам чудеснейшего курорта W Maldives. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Во-первых, хотела поблагодарить, прежде всего, Татьяну и нашего замечательного стратегического партнера Интермальдивс за наше замечательное сотрудничество. Со своей стороны, я буду рада вам сейчас сделать небольшую экскурсию на наш потрясающий курорт. Я вам расскажу в двух словах, чем, в принципе, отличается бренд W среди огромного многообразия лакшери брендов в гостиничном бизнесе. Ну и, соответственно, мы приготовили для вас небольшое видео, сюрприз с настроением в стиле нашего бренда. Так что поставьте, пожалуйста, тоже плюсики, если меня слышно хорошо, чтобы мы понимали, что у нас происходит. Да, я отключаюсь, чтобы не мешать. Я тогда тоже на момент презентации отключу видео, чтобы вас не отвлекать дополнительными изображениями. Соответственно, да, вроде нас слышно. Большое спасибо. Итак, я бы хотела начать свою презентацию. Прежде всего, сказать несколько слов про то, как появился вообще наш бренд. И чем же он так отличается от остальных лакшери брендов? Соответственно, W бренд, он появился в 90-е годы в динамичном, ярком, амбициозном Нью-Йорке. Соответственно, наш флагманский первый отель – это W Times Square, который, кстати, сейчас находится на многомиллионной реновации. И, соответственно, совсем-совсем скоро уже предстанет к вашим услугам в абсолютно новом стиле с очень интересной концепцией. Если мы с вами говорим непосредственно про стили, про настроение нашего бренда, то прежде всего, наверное, стоит сказать про людей, которые его выбирают. Это яркие, амбициозные личности, у которых есть возможность покупать люкс в большом количестве, но которые, скажем так, чуть-чуть устали, наверное, от традиционного понимания лакшери, которые максимально приветствуют индивидуальность, максимально хотят оставаться собой, хотят чувствовать дух свободы, ну и, соответственно, безлимитных возможностей. Если говорить про основные акценты, которые бренд ставит во всех отелях W, то прежде всего стоит, естественно, сказать про дизайн. Во всех наших отелях вы увидите очень интересное исполнение, как раз вот непосредственно дизайнерское исполнение наших отелей, то есть это самые последние технологии, самые последние, самые интересные коллаборации с дизайнерами, с специалистами по каким-то потрясающим световым установкам и так далее, и так далее, и так далее. Второй важный аспект отеля W – это музыка. Мы единственный бренд в hospitality, у которого есть позиции, такие как резидент-диджей и музыкальный куратор обязательно во всех отелях. И здесь для того, чтобы как бы вас чуть-чуть не сбивать по концепции, я бы хотела сделать небольшую оговорку. Есть большая разница между отелями W-городскими и W-резортами, которые будут чуть-чуть в другом русле, чуть-чуть в другом настроении. То есть, естественно, в резортах вы не встретите такое количество музыкальных мероприятий и так далее, и так далее. Но про это я вам скажу уже поподробнее чуть позже. Чтобы еще чуть-чуть вам дать представление про музыкальный концепт отелей W, я хотела также еще сказать, что буквально год назад бренд создал непосредственно свое очень масштабное мероприятие, которое называется Wake Up Call. Это музыкальные фестивали, которые происходят с коллаборацией отелей W и больших мировых звезд, которые, соответственно, мы организовываем в разных локациях по всему миру. Третий концепт нашего бренда – это фэшн, это мода. Соответственно, это прежде всего касается, естественно, отелей, которые располагаются в мировых локациях большой моды. Соответственно, если ваши гости останавливаются в наших отелях там, то у них всегда будут самые лучшие билеты на самые закрытые интересные показы и так далее, и так далее. Более того, отели часто проводят дефиле непосредственно, дефиле непосредственно проходят в наших отелях в том числе. Ну и четвертый момент, который тоже является очень важным – это фьюл. Фьюл – это топливо, да, это энергия, это энергия жизни, которая бурлит в наших отелях. И прежде всего, наверное, конечно, стоит здесь сказать про наш знаменитый слоган, про который вам скажет любой W-отель – это Detox, Retox, Repeat, что здесь имеется в виду. Мы максимально, прежде всего, как бренд поддерживаем здоровый образ жизни. Для наших гостей, которые следят за тем, чтобы хорошо себя чувствовать, хорошо выглядеть, но и, соответственно, получать максимальное удовольствие от жизни в этом контексте. То есть, соответственно, во всех отелях W и, соответственно, W Мальдивы в частности, будет большое количество разных спортивных активностей. В контексте W Мальдивы – это всевозможные сессии Sunrise и Sunset Yoga, это бег с командой W, это игра в водное поло, это Jumping Fitness и так далее, и так далее, и так далее. Все эти активности, они абсолютно бесплатные в рамках групповых активностей, соответственно, индивидуально все это можно тоже заказать за дополнительную плату. Более того, мы делаем большое количество активаций и в течение сезона приглашаем всевозможных фитнес-гуру, мы приглашаем непосредственно специалистов, которые делают интересные ретриты по йоге и так далее, и так далее, и так далее. Если мы говорим непосредственно про детокс, это также здоровое питание, соответственно, во всех наших ресторанах, в отелях W Мальдивы вы увидите отдельную страничку со здоровой едой, и, соответственно, ваши гости смогут с большим удовольствием этим пользоваться. Вот, и репит, и, соответственно, ретокс и репит, здесь, естественно, мы говорим про то, что помимо здорового образа жизни наши клиенты, они любят получать удовольствие от жизни по максимуму, соответственно, здесь это культура, коктейльная культура, которая максимально пропагандируется в наших отелях, соответственно, большое количество международных миксологов, которые к нам приезжают, так что в наших отелях абсолютно точно скучно не будет. Вот, на данный момент отели W состоят из портфолио 55 отелей, которые располагаются по всему миру, и к 2025 году нас уже будет около 100. Здесь я бы хотела сказать чуть-чуть поподробнее, соответственно, я уже упомянула о том, что есть W городские отели и есть W резорты, которые мы называем Escape. На данный момент их всего 12, соответственно, располагаются они тоже по всему миру, начиная от Мальдивы, заканчивая Барселоной. И здесь, на самом деле, мы все будем очень сильно отличаться с точки зрения нашего настроения и каких-то активаций, которые мы делаем на территории нашего отеля, потому что будет все зависеть, конечно же, непосредственно от локации. Поэтому W-мотивы в данном контексте, он не будет ни в коем случае шумным, он не будет ни в коем случае тусовочным, потому что, понятное дело, что основные наши клиенты – это молодожены либо семьи, соответственно. Но при всем при этом, естественно, ДНК бренда – это будет все присутствовать. Теперь непосредственно перейдем к нашему замечательному отелю, отелю W Мальдивы. Я напомню вам, что мы находимся в северном Ариатолле. 25 минут на гидросамолете до нас лететь от столицы Малия. У нас отель, который располагается на естественном острове, который природа создала в форме сердечка. И у нас один из самых роскошных домашних рифов на Мальдивах. Причем он находится прямо здесь с вашим клиентом. Не нужно дополнительно брать никакие трансферы. Соответственно, через четыре канала, которые располагаются по радиусу нашего острова, туда гости уже могут просто попасть после того, как они плывут буквально одно-две минуты. В нашем отеле всего 77 вилл. Из них 21 вилла – это пляжные виллы, которые называются Wonderful Beach Oasis. Я напомню, что с этого года пляжные виллы стали второй категорией. Таким образом, первая категория сейчас является Fabulous. Непосредственно про отличие категорий наших вилл. Пляжные виллы, их общая площадь начинается от 188 квадратных метров. Это двухэтажные виллы. На первом этаже располагается роскошная спальня с большой ванной комнатой и непосредственно выходом на террасу с частным бассейном, зоной отдыха и непосредственно, соответственно, выход на пляж. Второй этаж виллы, он открытый. Там располагается качели-кровать, а также есть еще дополнительно мини-бар. И плюс необходимость, при необходимости ваши гости также могут упускать рулапы, соответственно, чтобы создать максимально прайвеси. Я напомню, что пляжные виллы у нас все однокомнатные, но при этом есть три пары Interconnective Will, которые соединяются общей стеной. Соответственно, для семей с детьми, которых интересует двухкомнатная пляжная вилла, это очень хорошая опция. И также я напомню, что существует три пляжные виллы с двумя отдельными кроватями априоли. Максимальное отличие Fabulous от Spectacular, оно одно на самом деле. Это наши уже водные виллы, их общая площадь 144 квадратных метра. И, соответственно, единственное отличие здесь будет заключаться только в том, что Spectacular у нас уже как год мы построили роскошные гамаки на террасе. Все остальное будет на самом деле абсолютно идентичным. То есть это будет роскошная спальня с большой просторной ванной комнатой, ну и, естественно, красивой террасой с частным бассейном, безусловно, из которых прям можно сразу попасть в наш потрясающий океан. У нас есть замечательная коллекция наших люксов. Соответственно, Wow Ocean Escape – это три потрясающие виллы, которые двухкомнатные. Их общая площадь 323 квадратных метра. Соответственно, здесь уже будет в разы больше терраса, в разы больше бассейн. Ну и, соответственно, большая, потрясающая гостиная в том числе. И самые наши роскошные апартаменты в W-Modile – это Extreme Wow Ocean Heaven. Это просто нереальная вилла, 492 квадратных метра. У нее будет абсолютно идентичная планировка Wow-люкса. Единственная разница здесь будет, естественно, размер. Все же остальное – это две спальни, это большая, роскошная гостиная, ну и наш нереальный, естественно, Infinity Pool в том числе. Он здесь есть. Если мы говорим с вами про наши F&B-аутлеты, прежде всего хотелось бы сказать про нашу зону, которая называется WED. WED – это не только роскошный Infinity Pool, общий бассейн, соответственно, для всех гостей, но это также одноименный бар, который находится при данном бассейне, где можно перекусить в течение дня, в том числе и вечером он открыт с легким меню Finger Food, бокалом вина либо коктейлей. Наши бармены с большим удовольствием вам представят что-то из нашего фирменного меню. Kitchen – это международное бестро. Это ресторан, который открыт на завтраки, обеды, и также он иногда у нас открыт на ужины. Если хочется какую-то более высокую гастрономическую историю, то мы приглашаем наших гостей в замечательный ресторан Fish, соответственно, который специализируется на морепродуктах. Ресторан Fire – это ресторан барбекю, который знаменит, соответственно, всевозможными вкусными морепродуктами, а также мясом, которое готовится на открытом огне. Sip – это наш signature bar, где проходят каждый день потрясающие лаунжевые диджи-сеты, и в том числе гости могут также перекусить в течение дня и либо, соответственно, остаться здесь на ужин. Коралловые террасы – это уже более приватная история. Я напомню, что на нашем острове их находится всего шесть, и это непосредственно локация, одна из замечательных локаций для частного ужина, которые можно организовать для ваших молодоженов, пар, либо просто компаний друзей. Ну и, естественно, про что хотелось бы сказать – это про то, чем, в принципе, ваши и наши гости, да, соответственно, могут заниматься на территории нашего отеля. Прежде всего, как я уже сказала, это один из лучших домашних рифов на Мальдивах. Безусловно, это всевозможные виды спорта. На территории нашего отеля находится дайвинг-центр с сертифицированными специалистами, которые составят вам компанию не только во время дайвинга, снорклинга, какой-то потрясающей экскурсии на тигровых акул, но в том числе, соответственно, ваши гости могут также получить и сертификаты ПАДИ, да. У нас есть роскошная яхта 25 метров с двумя отдельными спальнями, которую можно арендовать абсолютно для разных целей, да. То есть это может быть какая-то частная экскурсия, частный круиз, это может быть какая-то вечеринка. Мы с большим удовольствием вам организуем какое-нибудь вкусное мероприятие с шампанским, с диджеем и так далее, и так далее, и так далее. Также я бы хотела вам напомнить, что данную яхту можно также арендовать как трансфер из Мали в наш резорт. То есть таким образом примерно где-то за 6 часов гости могут попасть уже непосредственно в наш отель. Это потрясающая опция для гостей, которые прилетают поздно. Мы можем для них засервировать потрясающий ужин, гости переночуют, и, соответственно, рано утром они уже будут на территории нашего небольшого рая. Напомню также, что у нас есть на территории спа, который выполнен в концепции четырех водных вилл. В каждой вилле будет большая комната с двумя массажными кроватями, будет стимрум и большая роскошная терраса с king-size bed, где, соответственно, гости могут отдохнуть после всевозможных роскошных массажей, обертываний и так далее. Про Sunrise и Sunset Yoga мы уже с вами говорили. То есть, соответственно, меню наших спортивных активностей не ограничивается только этим. И также хотелось бы, конечно, упомянуть про то, что у нас также есть наш замечательный частный остров Гатафуши, который находится буквально в пяти минутах на скоростной лодке AW, где можно организовать частный ужин, организовать частные мероприятия. То есть здесь уже все ограничивается только вашей фантазией либо фантазией ваших гостей. Соответственно, мы можем максимально воплотить в реальность все их желания и фантазии. Что бы хотелось также здесь сказать. В прошлом году, в середине прошлого года мы анонсировали запуск проекта, который должен был вот-вот состояться в начале этого года. Что имеется в виду, да, мы планировали строить полностью инфраструктуру на частном острове, то есть три пляжные виллы, а также непосредственно, как я уже сказала, полностью инфраструктуру с небольшим рестораном, лаунжевую зону для того, чтобы уже продавать этот остров как конечный продукт для наших самых-самых важных гостей. Но, к сожалению, на данный момент, да, в связи с международной пандемией, которая случилась абсолютно-абсолютно неожиданно, данный проект не был реализован, более того, он не был запущен, и на данный момент у меня нет информации, когда мы к этому вопросу вернемся. Поэтому у ваших гостей на данный момент есть возможность, соответственно, арендовать этот остров чуть-чуть в другом исполнении, да, более таком природном, соответственно, без каких-то дополнительных инфраструктур, вот только для вас. Ну и, безусловно, естественно, когда мы говорим про W, да, еще про какие-то дополнительные фишки, не только бренды, но и отели, естественно, самые красочные, самые нестандартные фотосессии, это тоже, конечно, к нам. Поэтому для самых смелых, кто не боится нырять в воду на глубине 10 метров, есть роскошная, еще одна роскошная буква W, где мы можем сделать потрясающе интересную фотосессию для ваших клиентов. Вот, поэтому по поводу презентации, наверное, на данный момент это все. Я бы также вам сейчас хотела показать небольшое видео, это всего две минуты, это небольшое настроение от нашего бренда и небольшое приветствие от нашего генерального менеджера. Если вас доинтересуют подробности того, что мы вам там будем показывать, то, пожалуйста, естественно, Татьяна, в конце уже нашего вебинара обязательно поделится ссылочкой вашего бренда, так что, если что, сейчас ничего не нужно записывать, если вам там что-то интересно, поэтому дайте мне секундочку, я вам, соответственно, это видео сейчас покажу. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Господа, на этом, я думаю, что, что касается нашей презентации, это все. Единственное, хотела сказать вам буквально несколько новостей от нашего резорта. Официальная дата открытия, она анонсирована уже, это будет 1 октября. Более того, на данный момент мы запускаем на рынке при помощи наших замечательных стратегических партнеров Intermaldives. Это серия специальных предложений для наших клиентов непосредственно на четвертый квартал и первый квартал следующего года. Данные предложения будут включать дополнительную скидку на проживание, а также апгрейд по питанию. Поэтому все детали, пожалуйста, начинайте, да, у Intermaldives. И, пожалуйста, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, я буду рада ответить сейчас, либо позже. Дорогие коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы Нелли по WMaldives. Сейчас есть возможность узнать больше, да, в этом замечательном курорте. Вот. И тогда я отвечу тоже на некоторые вопросы в чате, которые я видела ранее. Наш вебинар, запись нашего вебинара будет доступна на нашем YouTube-канале. Также мы разместим эту запись в нашем Facebook, да, то есть у кого-то, если прерывалась связь или у кого-то были проблемы с просмотром видео, то вы всегда можете вернуться и просмотреть, скажем так, ту часть, которую вы не увидели или не услышали, либо же полностью просмотреть вебинар без каких-либо, скажем так, задержек и прерываний связи. Я не вижу вопросов на данный момент. Я думаю, Нелли, вы прекрасно рассказали о вашем чудо-бросе. Конечно, все показалось. Нелли, мы с потерпением ждем, когда же вы наконец-то откроете с 1 октября ваши двери, да. И, наконец-то, остров наполнится жизнью, весельем. И, не знаю, для меня бренд W – это что-то такое необычное, такое, я не знаю, вот музыкой пропитанное, да, вот этот вот стиль везде в каждом, в каждой деталечке, вот этот какой-то драйв молодежный, который там присутствует. Я знаю, что вы уже несколько лет принимаете детей тоже на свой год. Да, наверное, Татьяна, это очень правильный комментарий, на самом деле. Уже, я думаю, где-то около 4-х лет, да, мы стали children-friendly, я бы так назвала, да, данную концепцию. То есть у нас можно проживать с детишками абсолютно любого возраста, никаких ограничений в возрастных дней. Это единственный момент, когда гости проживают с детьми в водных вилах, то они подписывают документ, да, так называемый дисклеймер. То, что родители несут ответственность, соответственно, за здоровье детишек. Все остальное, на самом деле, абсолютно на их усмотрение, поэтому вот так. Татьяна, я вижу вопрос, еще раз можно про номера Wonderful, Fabulous and Spectacular. Соответственно, да, сначала по категориям, то, о чем я говорила. В этом году мы чуть-чуть поменяли, соответственно, порядок, да, данных категорий, и первая категория в данный момент сейчас Fabulous. Соответственно, вторая – это Wonderful, и после этого Spectacular. Fabulous и Spectacular, они не отличаются по размеру, да, то есть размер у них будет абсолютно идентичный, это 146 квадратных метров, абсолютно идентичный декор. Единственная разница, соответственно, у Spectacular – это третья категория, да, получается. Мы сделали роскошные гамаки, то есть вот это самая-самая большая разница. Ну, а про пляжные виллы, мне кажется, я все подробно рассказала, да, их всего 21, и у нас есть три пары интерконнектив номеров, что очень важно, особенно для семьи с большими детьми. Спасибо, да. А вот здесь просто спрашивают, соответственно, Beach Oasis и Ocean Oasis, да, ну, как они ранее, вот если раньше Beach Oasis назывался, то сейчас это Fabulous или Wonderful, да? Ну, пожалуйста, мы не меняли название номеров, мы единственное поменяли, скажем так, ценовую политику, то есть здесь имеется вот данный момент, то есть теперь Entry Level, то есть первое, самое экономичное проживание, скажем так, это номер Fabulous. Это на пляже оно находится, правильно? Fabulous – это водная вилла. Водная вилла. Пляжное – это Wonderful, совершенно верно. Пляжное у нас только Wonderful, да. Пляжное – это только Wonderful. Пляжное – это водная вилла. Ага, Fabulous – это водная вилла, понятно. Вот, я надеюсь, Светлана, мы ответили на ваши вопросы? Если что-то дополнительно Светлана интересует, пожалуйста, напишите нам. Угу. Дополнительно, Татьяна, давайте, знаете, что сделаю? Я продублирую вам наши самые последние факт-шиты, где будет непосредственно, да, информация более такая техническая, на которую мне, наверное, не хотелось как-то заострять внимание, чтобы не перегружать. Да, давайте, и я тогда Светлане просто вышлю всю эту информацию по факт-шитам, где она сможет посмотреть и увидеть, да, разницу. Вот, между... Да, так, теперь я пересекаю Ксению, я прошу прощения, Татьяна. Так, средний чек за ужин, возможно, свои рекомендации или инсайты, что лучше заказать, какое блюдо популярное, эксклюзивное, СПА по стоимости описания. Тогда давайте я вам в том числе пришлю ресторанное меню. Могу прислать СПА-меню, Татьяна, да? Хорошо. Смогу с Ксенией поделиться. Слушайте, ну здесь, на самом деле, средний чек за ужин, я бы все-таки... Ну, то есть здесь зависит от ресторана, да, прежде всего, но это где-то примерно от 150 долларов с одним бокалом вина, да, базовым, я бы так сказала, рекомендации, инсайты. Слушайте, ну, самое любимое блюдо сейчас вспомним. Мне очень нравится Риф Фиш, который наши ребята готовят в пальмовых листьях как в ресторане FIRE. Наверное, это самая такая, да, да, яркая эмоция гастрономическая. Но, опять же, очень много, очень много всего вкусного. Абсолютно точно рекомендую попробовать наши коктейли, потому что коктейли W, даже если вы заказываете, скажем так, абсолютно, скажем так, самый международный общепринятый какой-то коктейль Кровавую Мэри и так далее, и так далее, в исполнении W, это будет всегда авторская история, чуть-чуть другая рецептура. Поэтому, пожалуйста, уточняйте, да, что вы хотите получить. Классический вариант, либо все-таки коктейли W. Это важно. Это важно и классический, и W вариант. Два, пожалуйста. Потом еще повторить, на самом деле. Да, замечательное видео, Нелли, как готовили суперкоктейль карантини. Я думаю, что будет всем интересен рецептик, поэтому, если вы со мной поделитесь, я его также включу в информационную рассылочку вместе с фактшитами, да, с меню ресторана, и включим сразу и рецепт коктейля. Вдруг кто-то сейчас лето, жарко, кто-то на даче отдыхает, кто-то... Я думаю, что это, да, какая-то очень правильная эмоция, правильное настроение, что-то новое и что-то, да, в нашем стиле. Да. Вот. Ольга, да, мы все пришлем обязательно Татьяне, и она с большим удовольствием со всеми вами поделится, нашей последней информацией. Обязательно. Коллеги, спасибо за вопросы, за активность. Вот видела немножко раньше в чате вопрос от Татьяны Рильской, да, по поводу того, что насколько будет ограничен въезд на Мальдивы туристов со стран, где все-таки ситуация не столь благополучна, да, то есть зависит ли это от ситуации страны, откуда едут туристы. На самом деле таких ограничений абсолютно нет на Мальдивских островах, то есть они открыты абсолютно для всех. Если у туристов нет никаких симптомов коронавируса, и если у них нет температуры, они спокойненько себе едут отдыхать на свой курорт. Ну, в принципе, мы всю процедуру сегодня обсудили, как это все будет происходить, но в частности ограничений и каких-то, скажем так, лимитов въезда из стран, где ситуация тяжелее, где легче, на данный момент пока не существует. Вот, и тот регламент, который у нас сейчас на данный момент есть, это первая фаза, скажем так, ослабления, да, карантина на Мальдивских островах, и она будет действовать предварительно до 1 сентября, и с 1 сентября уже в зависимости по ситуации будет дальше рассматриваться, да, то есть будет продляться, либо будет далее ослабляться, то есть вот так. Так, коллеги, может, еще какие-то вопросы? Мы рады, ждем, ответим. Что ж, в таком случае я благодарна Нелле за то, что она сегодня к нам присоединилась и поделилась, скажем так, новостями и информацией о W Maldives. Благодарна вам, коллеги, что вы также присоединились к нашему вебинару, что были сегодня активными, задавали вопросы. Вот, следующий наш традиционный вебинар состоится через неделю. Вот, у нас будет небольшой перерывчик. Вот, поэтому спасибо вам большое и до новых встреч. Спасибо большое еще раз, дорогие партнеры, за ваше время. Татьяна, еще раз за приглашение. С вами всегда одно удовольствие работать и сотрудничать. К вашим услугам все информацию мы вам пришлем. И, господа, будем очень рады видеть вас и ваших гостей у нас совсем уже скоро, с 1 октября, пожалуйста. Спасибо огромное. Да. Всем пока, до новых встреч. Спасибо, до встречи. До новых встреч.